Места, которые потом накроются ветровой планкой, мы сразу красим, чтобы потом не подлазить и не вымазывать эту планку. Устанавливаем бетонное череписло, монтируем. Процесс обшивки уже на финальной прямой. Уже почти все обшито. Осталось какие-нибудь прикуса, уголочки. А сюда мы наберем просто доски, вот такие, дюймовку. У нас были остатки. Сейчас их антон шлифанет, чтобы не было занос. И мы их сюда просто уложим. Закончили. Проступает битум. Ждем, пока оно все вытекает. Вытереть керосинчиком. Наверное, сильно много дали битума. Вот провода вывели. Вот сюда вот под точечный светильник. И наверх. Вот сюда вот под люстрочку. Делаем будущую кровать. Вторая вот сюда вот встанет. Вагоночка уже вся собрана. Осталось теперь оккультурить все вот эти углы, которые внешние. Вот. Можно их, конечно, оккультуривать таким уголочком. Но он не везде становится. Я решил бамбук использовать. Бамбуковые обои. Буду распускать по четыре. По четыре на каждую сторону. В сумме по восемь. И буду вот это все обшивать. Уголочек вот этот наружный сделали из двух террасных досок. Между собой сшили их вот конфирматами. И пришили к самому домику тоже конфирматами. Сейчас последние штрихи перед покраской. Будем красить наш домик. Еще надо сделать два вот этих окошка, которые будут открываться. Такая у нас будет дверь. Что мы сделали? Взяли наш брус 35 на 35, который у нас был. Сделали вот такую прорезь на столярке под вагонку. Вот. Вот эти, как мы видим, сделаны под стекло и под вагонку. Дверь у нас будет представлять себя конструкцию. То есть у нас будет вот здесь и здесь вагонка. Здесь будет тоже вагонка. Ну, здесь мы врежем замочек. Соберем все это дело на конфирматы. Вот наша будущая дверка. Извините, нет руки свободной. Обещаю купить GoPro для следующего видео. Но сейчас вкратце покажу. То есть мы стеклышко уже ставили. Сейчас мы стянем саму рамку со стеклом. Потом стянем эти. И начнем набирать вагоночку. Вот здесь их будет две. Вот так, под замок. Вот такое уже что-то вырисовывается. Рамочки подмазываем сумасшедшей липучкой. Сейчас на шпаклевке. Будет работать и как клей, и как шпаклевка. Продолжаем делать окошки. Окошко будет у нас открывающимся. Будет посмотреть. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok. Продолжение следует... 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 Эти штучки мы не красили... Завтра их будем доделывать... Весь декор в том числе... Будем завтра доделывать... Внутри мы не красили... Будем завтра красить... Тоже два раза... На все про все ушло... Два... Тем временем... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Прикрутили каркасы этих уличных ограждений. Вообще мы их изначально хотели тоже красить в белый цвет. Но они так хорошо смотрятся и не крашенными. Мы решили просто сейчас набрать балясины и такими их оставить. Просто масло сверху только вот здесь вот наложим. Вот здесь белые накладки. Реянные. Еще момент. После того, как эти вот будущие перила, поручни мы перекрутили, мы их открутили. Потому что иначе мы бы не смогли закрепиться конфирматами вот здесь вот снизу. То есть мы их откручиваем, набираем вот эти вот балясинки и обратно их вкручиваем. То есть, но конфирматы мы уже вкручиваем не дрелью, а ключиком. Такой момент. Последние штуки. Делаем окна. Садим их на петли. Финальная доводка. Эту часть мы вскроем маслицем. Тем временем врезается замочек. Скрываем маслом. Так, наш домик готов. Наконец-то. Две недели упорного труда. И вот такое у нас получилось. Кроватка. Это окно глухое. Это окно открывающееся. Полочка. Стульчик. Столик. Лесенка. Такой вот мини второй этажик. Ну и маленькая кладовочка. Назовем ее так. Здесь мы дерево просто пропитали маслом. Не красили. Приятно пахнет сосной. Здесь терраса пропитана маслом. Так же самое, какие эти парапетики. Товарищи, желаю успехов в труде. Ну пойдем, сынок. Ты шо? Уаaat. Товарищи. Вааа. Похожеign! Яешу, которого я не�чила. Товарищи! Второй этажик. Спасибо! Леша и я. Там еще видно.